В начале этой серии давайте вспомним, как устроен торговый ряд в настольной игре «Руины острова Арнак». В верхней части мы видим места для колоды предметов и артефактов. Перед началом партии вы должны посмотреть в правый верхний угол и убедиться, что вот здесь точно лежат артефакты, а вот здесь предметы, потому что, посмотрите, у них рубашки одинаковые. Поэтому нужно до начала партии проследить, чтобы рассортированы были артефакты с предметами. Колода ужаса лежит в открытую, карты все одинаковые, а вот это места, куда вы будете отправлять сыгранные артефакты и предметы. Чтобы показать текущий раунд, вам понадобится лунный посох. В начале игры он будет лежать здесь, и он будет показывать, естественно, первый раунд. В течение игры он будет сдвигаться, и справа у него будут предметы, слева артефакты. Таким образом, как вы понимаете, в начале партии слева будет лежать всего лишь навсего один артефакт, а вот справа, давайте откроем пять карт, справа будет лежать пять предметов. Но это будет происходить только в первом раунде. Во втором раунде вот эта вся конструкция будет сдвигаться, потому что здесь будут появляться новые артефакты. И, как вы понимаете, к пятому раунду предмет останется всего лишь один, а вот артефактов будет пять. Еще раз, артефакты лежат слева от лунного посоха, предметы справа. Каждый раунд лунный посох сдвигается на один шаг вправо, артефактов становится больше, а предметов меньше. Снабжение вашей экспедиции начинает иссякать, но шансов найти новые артефакты в глубине острова становится все больше. Итак, мы обновили в памяти, как устроен торговый ряд. И вот, чтобы улучшить свою колоду, мы должны покупать предметы и артефакты из торгового ряда. Как же это сделать? Как же купить карту? Об этом пойдет речь в этой серии. Творческая мастерская Сергея Рябухина, youtube.com.slashutra.volga и фирменный магазин Gaga Games представляют основательное прохождение на сонной игры «Руины острова Арнак». Запись в дневнике, день 12. Я взобрался на заваленный ветками обломок скалы, чтобы лучше осмотреться. Пришлось его расчищать. Когда я спустился, я заметил, как он засиял в свете солнца. Это никакой не обломок скалы, а бесценный артефакт. А сейчас мы научимся покупать предметы. Напомню, предметы лежат справа от лунного посоха, слева лежат артефакты, и покупать мы их также научимся. Так вот, предметы – это полезное снаряжение, необходимое для экспедиции. Когда вы покупаете предмет, он попадает в самый низ вашей колоды, а не в зону разыгранных карт. Но это мы сейчас покажем на примере. Но почти наверняка этот предмет окажется в руке у вас в начале следующего раунда. Итак, как же приобрести, как же купить предмет? Первое – нужно его выбрать в торговом ряду. Допустим, вы выбираете часы. А теперь вы смотрите в левый нижний угол. Это стоимость предметов. Видите, вот армейский нож стоит три монеты. Часы – одну монету, а капкан – две монеты. Ну, мы остановили свой выбор на часах. Итак, мы должны заплатить стоимость часов в монетах, согласно символам, в нижней части карты. Итак, мы берем с планшета одну монету, сбрасываем ее. И теперь мы берем вот эту вот карту предмета и кладем ее в самый низ своей колоды лицом вниз. То есть, вот наша колода. И лицом вниз мы кладем эту карту. Еще раз напоминаю, не в зону разыгранных карт, а именно вниз нашей колоды. А дальше нужно восполнить ряд. Как же это делать? Если в конце вашего хода в торговом ряду не хватает карт, вы должны восполнить его картой недостающего типа. Первое, что нужно сделать, это сдвиньте карты ближе к лунному посуху. Сдвигаем так, чтобы свободная ячейка оказалась на краю торгового ряда. И после этого выкладываете новую карту в эту свободную ячейку. В данном случае страус. Если бы мы купили вот эту карту и подложили ее под низ колоды, то мы бы сдвинули вот эти две карты и положили бы карту сюда. Но это что касается карт предметов. А как же покупать артефакты? Артефакты это ценные сокровища ушедшей цивилизации, которые можно найти на острове Арнак. Их можно купить в обмен на компасы. Обратите внимание, в левый нижний угол карт артефактов. Хотя купить это условность. На самом деле ваш отряд тратит много времени и сил, чтобы найти их среди камней или в зарослях джунглей. Артефакты отличаются от предметов тем, что их можно использовать сразу же после покупки. Итак, как купить артефакт? Первое, его нужно выбрать в торговом ряду. Второе, заплатить его стоимость вот в этих компасах, согласно символам, в нижней части карты. И после того, как вы, допустим, оплатили раз, два, три, четыре компаса, это нужно раз, два, три, четыре, внимательно за этим следить, чтобы это было именно четыре компаса, вы можете поместить артефакт в зону разыгранных карт. Вы можете немедленно выполнить его эффект, игнорируя стоимость активации артефакта вот в этих вот табличках. То есть вы закрываете вот эту стоимость и тут же берете карту и берете одну монету. Итак, вы берете одну карту и получаете одну монету. После этого карта отправляется в зону разыгранных карт. После этого вы уже знаете, как восполнить торговый ряд. Да, нужно передвинуть вот так, поближе к лунному посуху артефакты, чтобы с края торгового ряда оказалось пустое место и здесь появляется артефакт. Обратите внимание, когда вы покупаете артефакт, вы можете использовать его эффект. Этот эффект может быть основным действием. Например, отправьте археолога на раскопки. Тем не менее, эффект только что купленного артефакта считается частью вашего основного действия за этот ход. Запомнили? Идем дальше. Вернее, пробираемся сквозь джунгли правил дальше. Запись в дневнике, день тринадцатый. Как же хорошо, что у нас есть труби. Эта веселая птица умудряется находить поразительные вещи. Сейчас мы научимся выполнять основное действие – разыграть эффект карты. Первое, что нужно сделать, это выложить карту из руки в свою зону разыгранных карт и выполнить эффект, указанный на карте. Карты в зоне разыгранных карт остаются там до конца раунда, кроме случаев, когда карты уходят из игры, но об этом расскажу чуть позже. Давайте обратим внимание на вот эту молнию. Если эффект карты помечен этим символом, он считается свободным действием. Если вы разыгрываете карту со свободным действием, вы не тратите свое основное действие в этом ходу. Карты финансирования и исследования в вашей начальной колоде – это также свободные действия. Но если эффект на карте не помечен символом свободного действия, вы должны потратить основное действие и передать ход, чтобы разыграть его. Все эффекты артефактов – это основные действия. Кроме того, когда вы разыгрываете эффект артефакта, вы обязаны оплатить стоимость его активации. Стоимость активации – это вот эта табличка. А у предметов нет стоимости активации. Многие эффекты предметов, как, например, у попугая, также являются основными действиями. Например, предположим, что сейчас ваш ход, и вы решили разыграть эффект карты попугай. Поместите ее в свою зону разыгранных карт лицом вверх и выполните эффект. То есть сбросьте карту в обмен на рубин. Для этого эффекта вам понадобится вложить карту в зону разыгранных карт, игнорируя ее эффект и значение. Вы решаете сбросить таким образом карту финансирования. В этом раунде вы получите на одну монету меньше. Но оно того стоит. Вы берете рубин с планшета резерва и кладете его на свой планшет. На этом ваш ход заканчивается. Однако, прежде чем передать право хода, вы можете разыграть одно или несколько свободных действий. И, скажем, получить один компас, да, сбросив карту исследования, и получить с планшета вот этот же тон компаса. Помните, любую карту в руке можно разыграть либо ради значения, чтобы предоставить транспорт, либо ради эффекта. Но не ради значения и эффекта одновременно. А вот сейчас расскажу, что происходит, если карта уходит из игры. Некоторые карты и эффекты позволяют убрать карты из игры. Когда вы убираете карты из игры, помещайте их в специальные зоны в верхней части игрового поля. Артефакты слева от стопки ужаса. Вот сюда. Предметы справа от стопки ужаса. Ну, то есть, видите, здесь колода предметов, здесь будут сброшенные карты предметов. Здесь колода артефактов, значит, здесь будут сброшены артефакты. А если вам нужно сбросить базовые карты, то сбрасывайте вот сюда, над колодой ужаса. Ну, а если вам нужно сбросить карту ужаса, вы сбрасываете ее прямо в стопку. Карты, убранные из игры, как правило, нельзя вернуть обратно, кроме карт ужаса, разумеется. Когда вы разыгрываете эффект карты с таким символом, вы можете убрать из игры одну карту из руки или из зоны разыгранных карт. И вот тут нужно дать небольшой совет. Если вы хотите убрать из игры карту из вашей колоды, будет выгоднее сначала разыграть ее. Ну, допустим, вы решаете разыграть ритуальный кинжал. Вы должны убрать из игры, допустим, карту либо из руки, либо из зоны разыгранных карт. Решаете убрать вот эту вот кирку. И что вы делаете? Конечно, сбрасываете ее вот сюда, на то самое место, куда удаляются все эти убранные из игры предметы. И получаете, внимание, также один наконечник. Вот все, что вы получили. Но если вы и так решаете убрать вот эту вот кирку из игры, не проще ли будет сначала ее разыграть и отправить в зону разыгранных карт? И вот ваш ход. Вы берете, разыгрываете. Тут же, смотрите, тратите один компас. Получаете табличку и наконечник. Давайте это сделаем. Вот, смотрите, наконечник и табличка. И только после этого, когда приходит следующий ваш ход, вы сбрасываете ритуальный кинжал и удаляете вот эту кирку из зоны разыгранных карт. Да, и получая, наконечника эта карта отправится туда, куда вы и хотели ее отправить в самом начале. То есть в зону убранных из игры предметов. Мы думали, что знали о нашей находке все. Но, по-видимому, ее принцип работы не так очевиден, как казалось. Возможно, мы найдем инструкции в древних письменах на острове. У каждого артефакта есть стоимость активации. Она обозначена вот здесь. То есть нужно заплатить одну табличку, чтобы использовать этот артефакт. Но вы игнорируете эту стоимость, если вы только что купили артефакт и хотите использовать его эффект. Однако каждый раз, когда вы разыгрываете эффект карты из руки, вы должны заплатить стоимость его активации. И помните, что некоторые эффекты артефактов требуют дополнительных расходов. Видите, заплатите монету. В этом случае вы также должны заплатить ресурсы, указанные в тексте эффекта. Следующая серия будет предпоследней в основательном изучении правил настольной игры руины острова Арнак, потому что мы научимся исследовать. А вот уже в финальной серии нас ждет подготовка к новому раунду. Мы научимся пасовать и научимся считать победные очки в самом финале игры. Ну а потом, а потом, а потом мы будем только играть в руины острова Арнак.